Добрый-добрый-добрый день всем еще раз. У нас ответная игра между командами Тонг-Фу-Ван-Жоу против команды Ньюби. Ну, на данный момент укомплектовались уже игроки команды Ньюби. Лина, Шейкер, Акс, Джаггернаут и Скайросмаг. Для них, в принципе, по расстановке лайна все относительно понятно. Акс, скорее всего, отправится в сложную. Лина будет фармить от Ньюби-Мид. Джаггер будет в легкой. Ну и с ним в паре Шейкер вместе со Скайросмагом. Хотя есть вариант, что Скайросмаг у нас будет на ранних левелах тусить в миде. Это обычно очень часто происходит. Но потусить немножко и уйдет. Темплар Ассасин для команды Тонг-Фу-Ван-Жоу последним пиком залетает. Хотя вроде есть Шторм Спирит, есть Зевс. Тут два претендента на мидлейн имелись. Но при этом Темпларка еще и залетела в пик. Ксеньки забирает себе Шторм Спирита. Посмотрим, будет ли это Темплар Ассасин, которая будет на мидлейне фармить. Либо все-таки Шторма смогут игроки команды Тонг-Фу отправить в мидлейн, а Темпларку отправить куда-то на легкую линию. Но это, конечно, было бы издевательством над Дотой. Но Юцук забирает себе Темпларку, да. Все-таки он будет фармить мид. Легкая линия. За Штормом на Ксенькиу Бинго. На Клокверке отправится у нас фармить сложную ДДР. На Вич Докторе будет саппортить на Ленину и Саяка на Зевсе тоже. Какой себе Роум, Саппорт, Убийца, Нюкер. Много всего сконцентрировано в Зевсе. Я думаю, не надо вам об этом пересказывать. Со стороны команды Ньюби. Лина для Му. Уже забрал себе данного. Нет, не Лина. Совсем не Лина для Му. Акс у нас для Му, как я понимаю. Лина у нас... Где ты? Лина у нас для Саншенга. Так, что такое? Все поотваливались. Я так понимаю, будут пересоздавать игру, скорее всего. Хотя, вот я вижу, не все выходят. Сейчас узнаем. Да, игра в итоге у нас пересоздается. Ну, по пику, собственно, вы все видели. Ладно, все, 2-3 секундочки и возвращаемся к данной катке. Пока игра пересоздается, я держу руку на пульсе этого лобби. Как только так сразу попадаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Темпларка в это время у нас догорает под собственным Т2 Рефракшн юзает Темплар Ассасин и это ее спасает Так бы Цук догорел, но 8 хп у него в итоге осталось Муф ловый Фиолетова вообще аксу на всю Темпларку И она бедняга без батлы так сильно страдает И никто ей помочь самое страшное для команды Тонгфу не может Бинго на сложной линии 8-1 Против него здесь Рэббит 18 на 5 Чувствуете разницу? К Синь Кью в это время 21 на 8 Шторму тут в принципе комфортно фармить Без проблем Ну и Джун тоже не подставляется Правда одного крипа всего убил И ни одного не заденайл Но хотя бы не умирал Шейкер Это уже плюс для команды Ньюби Шейкер здесь стоит исключительно за одним Ему нужно получить 6 левел И Фессуру промаксить И все в принципе все что касается опыта Здесь требуется от Шейкера Деньги зарабатывать Шейкер будет потом и не здесь Не на сложной линии У Акса уже на Транквилбуце Если что деньги заработались Осталось только себе принести Посмотрим вообще будет ли от Му Транквилбуце Агрить на себя Юцука Рефракшн юзает Темплар Ассасин и бежать По фарму конечно гораздо сильнее Лучше себя чувствует Му 2400 у него и 1500 всего лишь для Темплар Ассасин Перефарм на такой стадии и на такую сумму денег Это конечно жесть какая-то Причем это Акс Это Акс который в мидлейне вообще никогда не стоял И страшно себе представить Что кто-то может ставить Акса в мидлейн Но Ньюби могут Возможно Ньюби именно против Тонгфу могут поставить Акса Против каких-нибудь Вичи или Айджи Тут бы наверное Му не всплыл на Аксе Ну Тонгфу ниже немножко уровнем Все-таки это второй состав Не основные игроки данного коллектива Поэтому могут себе позволить Ньюби фактически поиграть Тут как вот с мышкой И поэкспериментировать В расстановке лайнов Кто знает может где-то найти Увидим мы от Му Акса на мидлейне И пропрет И это так сможет стоить еще несколько миллионов данному коллективу Узнаем Все это будет только летом Джун на топлейне 3 на 0 Как было так и осталось Еще один крип для Джуна Не пропустили в это время ФБ забирает у нас на Темплар Ассасин Допилил ее в итоге Акс Давайте смотреть Там Саншэнк пришел очень вовремя Застопили здесь Ю Цука Банана здесь Саншэнк здесь Минус Темплар Ассасин Первый фраг для команды Ньюби За ФБ получили тысячу голды 880 Акс Получил за Фёст Блат Что это такое? Я не понял даже как это называется Почему? Что не так? Что случилось? 880 Акс получил за Фёст Блат Теперь у него 3.300 У Темплар Ассасин 1400 на 2000 на 6 минуте Не просто на 2000 В 2.5 раза Перефармливает Акс Темплар Куна Мидлейне У нее 5-й Только-только получается 6-й У Акса Почти 7-й левел Есть Транквил Буцит 1200 сверху Ну здесь все сделали для Акса В центре стоит Му может спокойно В комфортной абсолютно обстановке Формить Ю Цук в Млде Тоже здесь не прячется Му в безопасности Му в комфортной ситуации С экономической точки зрения Все просто на ура В это время Джуна у нас Забрали на топ-лейне Шейкер Первый раз в составе команды Ньюби умирает И полетел Джун обратно Здесь уже есть Скайра Смаг Закрываю здесь Ксин Кью Шестого левела Шторм Спирита нет Можно попробовать его загнать На лоу ХП здесь Джун Летит уже сюда Сан Шенк Ксин Кью должен здесь умирать Банана на лоу ХП Вортекс по нему Банана скорее всего умрет Умирает банана И Ксин Кью на лоу ХП Умирает в итоге Он от Шейкера Ну и дальше Саяка Под ноги Лайт Страйкеры Нет Через Драгон Слейв Минус 2 делает команда Ньюби И теряет двоих своих Третий герой команды Тонг Фу Отправляется у нас в таверну Лина забирает Двоих в этом файте Одного забирает Шейкер Короче говоря Саппорты здесь Все необходимое сделали Прибегает Акс Говорит Что я пропустил Всю доту пропустил Му 3000 по золоту Ньюби По ХП 1800 Тоже в пользу Коллектива Ньюби Уму уже 1750 на руках 500 голды И Му у нас Приобретает даггер Восьмая минута Есть Боттл Транквил Бутси 1750 на руках Ужас просто Что будет с командой Тонг Фу Через 3-4 минуты Баттл Хангер На Шторма Бросает у нас Акс Но Му Не проседает в принципе По ХП здесь Шторма Пытаются поймать Кстати Сайленс И по моему Шторм доигрался Тотем под ноги Развалили Шторма Вот это я понимаю Попюжонил у нас Немножко Ксинкью Решил на хосте Поиграться с командой Ньюби Вообще не по зубам Такая игра Оказалась у нас Шторму 5-3 счет По голде Ньюби 3 с копейками По экспириенсу 2 с лишним 390 на Там Проблемном Шторме Заработали Игроки Команды Ньюби ДДР На нижней Лайн Джаггер Здесь Джаггер В итоге У нас Забирает Клокверка Летит сюда Шторм Спирит Будут пытаться Поймать Рэббита И поймают В итоге Рэббита Потому что Есть здесь Вортекс Рэббита Развалили 6-4 320 По голде На нем Заработали Темпларка Забрала Килл Не на миде Так хоть На сложной линии У Акса Даггер 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 Где ты? Совсем немножко Му остается до Даггера Все Даггер уже готов Есть Боттл Есть Транквилы Ветку одну продавай Покупай ТП Му Супермобильный Может летать где угодно Врываться В принципе Всего предостаточно А теперь можно и на Вангвард И на Кримзонгвард И на Керасу И на все что хочешь Формить Аксу Буст конечно Невероятный для Му Поставили на Мидлейн Темпларки он не просто не проиграл Он Поиздевался На Темплар Ассасин Как только это было возможно С Даггера Сразу На Темплар Ассасин Врывается Му Эхо Слэм Пошел от Шейкера Му пошел дальше Опасно Очень опасно Действует Му Ну и в итоге Не прощают Тонг Фу Лишнее себе позволил Шейкер За что и поплатился Ди Ди Эр Сан Шэнк Здесь просто с ума сходит В этих касках Каски нон-стоп По нему Минус 2 Делает команда Тонг Фу В Эй Зет И Оу Ге Говорит Вич Доктор Потому что Это целиком И полностью его заслуга 6-6 Становится счет По голоде 1100 Заработает Тонг Фу Заработали в этом файте 1700 По экспириенсу Летит у нас Синь Кью Сбивает В итоге ему Редженерейшн За счет Тавара Но Своё дело Шторм сделал Забирает Ещё один фраг Для команды Тонг Фу И я и прошу Ваше внимание Тонг Фу У нас выходит вперёд Они обгоняют Ньюби 7-6 Тролля Не понёрфили Понёрфили Тролля Тролля Резанули И тролля И снайпера Резанули Возможно В будущем Мы перестанем Стерцать этих Уморительно Скучных Персонажек Му у нас Под Дезвордом И ДДРа на себя Не заагрить И Му у нас Блистал в начале игры А теперь пришёл ДДР Вич Доктор Обычный саппорт С обычным скиллом С обычным Дезвордом Минус Му Му умирает Второй раз В итоге Акс Который у нас По нитворцу На втором месте И боролся ещё За первое место С Джаггером В итоге у нас Акс Два раза подряд умирает И имеет Отрицательный КДА 1-2 Что не есть Плохо Для команды Тонг Фу По экспириенсу Ньюби Потеряли всё Что у них было По голде 3000 пока что Держат Преимущество Но это до поры до времени У ДДРа есть Вернов Шадоус Есть уже Транквил Буце Это вообще Герой последних файтов Вич Доктор идёт Со счётом 4-1-1 Самый серьёзный В своей команде Темпларка 2-2-1 Есть фейсбуцы Ринго Факвила Мэджик Вонт Боттл У Клокверка Боттл Бутс оф Спид Брасер Больше пока ничего Под смаком Команда Тонг Фу На Т1 Джуна увидели Врывается в Джуна Джуна скорее всего Здесь и закроют Тут через батарея Саут Развалят Джуна Правда Бинго Тоже может слиться Убивает у нас Клокверка Убивает у нас Шейкера Ну и всё Вич Доктор Дальше кастовать Всё это в итоге Бесполезно Без Дезворда ДДР Здесь его Поймали И распилили На 3 части Акс в итоге Забирает у нас Вич Доктора Нашёл Кому отомстить Ну и всё У Акса 1000 голды На руках Можно в принципе Уже подумать О Вангварде Всё-таки ХП Аксу требуется И ХП И Деф И защита от физдэмэджа Будет не лишней Вич Доктор Здесь в соло Разваливает Акса При полностью В кастованном Дезворде Это уже перебор Честно говоря Ещё и Мидлейн Акса Который Слишком круто Формил для Акса Ну Понимает Я думаю Ему это не хуже меня Поэтому наверняка Пойдёт укрепляться У Рэббита У Рэббита уже готов Яша Есть Масков Мэднес Рингов Базилус И фейсбуцы Для Рэббита Всё в порядке Ксинь Кью На ЛО ХП Хилинг Бар От Рэббита Ну и Ксинь Кью Скорее всего Здесь умирает Да Му Очень вовремя Подошёл Лучше Рэббиту Отсюда бежать Му Трипл килл За ним дальше Юцук И Юцук Здесь нормально Подзаработал 2600 на руках У Темплар Ассасин Прекрасная прическа Прошу заметить И И И И Почти 13 левел Для Темпларки У Акса Всего лишь 11 Как это называется Темплар Ассасин В итоге Своё-то забирает Акс у нас Не настолько Дамажище Акс у нас Не настолько Серьёзный Сейчас у Темплар Ассасин Появится Дезолятор И Аксу Будет страшно Агрить на себя Эту подругу Если появится Возможно Это будет Конечно Яша Но При таком раскладе Я думаю Что Тунг Фу Должны идти В какой-то Серьёзнейший Дэмэдж И Наверное Дезолятор Идеальный вариант Для Темплар Ассасин Ну Мне правда Так кажется Вангвард Появляется Для Акса И надо В обход Этого Вангварда Идти То есть Понижение Дефа Самое Оно Появляется Митрилхаммер Так и есть Надеюсь Что это Никакой Не БКБ Иначе Огрклаб Тоже был бы Ну Как будто Темплар Ассасин Слышала Все мои просьбы И Действует В связи С полностью В соответствии С согласованным планом Ну Юцук Здесь я думаю Дезолятор Вообще единственный Вариант развития Я же ещё раз повторюсь Здесь есть Акс Который Укрепляется у нас В ХП И блокировку дэмэджа А Понижение дефа Позволит Всей команде Тонг-фу Разбираться с Аксом Просто на урай Ведь Доктор С Дезвардом Начнёт сильнее дамажить Вообще Дезолятор Здесь При наличии Вич Доктора Самое оно Просто маст хэв Я помню Плюсик уже в чате Шторм Спирит С поин бустером Есть у него Сол ринг Есть Пауэр Трэдс Боттл Уже для шторма Готовится выйти В Бладстоун Сан Шенк С форс стафом Есть Сейдж Мастер Анквил Буци Собирается Сан Шенк Выходить у нас В Ю Ну пускай У Джаггернаута Уже есть Сэнжин Яша Рэббит Конечно по фарму Ни на секунду Не останавливался Файтер Практически не умирал Один несчастный Килл на нём сделали Ну это уже Слишком давно было Сейчас Рэббит Просто так никому не отдастся Маск оф Мэднес Фейс Буци Много у меня слэш второго левела Просто надо найти цель Рэббит На Т2 Вся команда Ньюби здесь За исключением Джуна Джуну надо забрать Себе свой Даггер Всё у Шейкера появляется Даггер В прошлой игре Для тех кто не смотрел Я подскажу У Шейкера В составе команды Тонгфу Даггер появился На 38-й минуте К тому моменту Когда Ничего не буду Даже придумывать Очень поздно Появился Даггер 38-я минута Если вы так делаете В пабах Не надо так Шейкер должен Обзавестись Даггером Хотя бы минуты До 25-й Уйди в лес Уйди куда угодно Ну там команда Тонгфу была сильно зажата На собственном Хайграунде Если бы не Тинкер Вообще бы никто не спускался С ХГ Поэтому неудивительно Но Тем не менее Тем не менее Это очень даже показательно Команды Ньюби Даггер появляется На 18-й Там С 25-ти Минутным Опозданием Появился Даггер 14-13 Ньюби по-прежнему Впереди Правда Не намного 3000 по золоту И всего лишь 1000 по экспириенсу Тонгфу осмелели На Рошана Врывается сюда Ксин Кью Роха здесь В принципе Падает для команды Тонгфу Му не врывается Зато в Му врывается Бинго врывается у нас в Му Сразу же себя высвапывает Ну и Му На половину ХП Здесь продамажился Полетел Рэббит Минус Клок Скорее всего Нет Рэббит здесь Еще и сам проседает По ХП Минус Зевс Минус Ксин Кью Где ты? Где ты? Здесь у нас Поднимается у нас Ксин Кью Где Темплар Ассасин Здесь же Темплар Ассасин Под рефракшеном Фуловая Дайте хоть один удар Сан Шенгу Вообще все время Ну все Смотрим Дезолятор против Ван Гуарда Акс у нас на лоу ХП Один удар от Ю Цука Развалился еще раз Акс у нас Ой Даггера не хватает Здесь Темпларки Как же сильно не хватает Даггера В итоге у нас Размен 3 в 3 В пользу команды Тонгфу 1100 по голде 3900 по экспириенсу Ньюби творят Какую-то невыразительную Абсолютно Ерунду И теперь И теперь И теперь И теперь Они постепенно Теряют преимущество До 1000 по золоту И по ХП Две с лишним Для Тонгфу Вот он переломный Момент 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 Вот он Камбэк От команды Тонгфу Но Не стоит забывать Все таки В команде Тонгфу Есть ребята Которые готовы Подфидить Вот например Например Хотя нет В прошлой игре DDR у нас был Очень жутким Вообще шейкером В этой игре Он наоборот Супер пупер Вич доктор Джаггернаут Пока что в соло Развалил Зевса Без проблем Абсолютно просто Побежал Как городской сумасшедший Настрелял по лицу И ушел 20 минут сыграно По голде Ньюби Тысяча с копейками Впереди По экспириенсу Думаю где-то 2 Будут выигрывать Тонгфу После обновления Графиков У Саншенга Есть уже Форстаф Есть Урн оф Шадлс Мэджик Вонт Лина здесь В принципе Завардила Все что можно было Завардить И с центри И обсервы И здесь И на мидлейне Единственное что Топлейн Никак Не заваржен Командой Ньюби Но свой лес В принципе Обезопасили Подойти И подступить К ним Как-то В принципе Не получится Ни у кого Уму После вангварда Появляется Ринго Фриген Готовится Акс у нас Выйти Я даже не знаю Куда Форстаф Да Ставф Есть для Акса Осталось Только на рецепт Накопить У Юцука После Дезолятора Появляется Такий Блинк Даггер 16 левел Для Темпларки Много дэмэджа Много защиты Немного Конечно Хелс Пойнтов Но через Рефракшн В общем-то Мы знаем Что Темпларка В относительной Безопасности Находится Рефракшн Не позволяет Сбить Даггер Поэтому Темплар В любой Неприятной Ситуации Может сделать Блинкаут И спокойненько Себе Продолжить Драку С другой Позиции Так Акс у нас Загрел на себя Бинго Под ноги Мистик Флеер Минус Бинго Му Му На Ло ХП Из Мелда Половина Му Вообще Просто Сжирается Из Мелда Один Несчастный Удар Из Инвиза Вот он Дезолятор Вот она Сила Невывозимая Вообще Юцук На Ло ХП Тут Рэббит Просто дико Вообще Пилит Темпларку И что И что Тук Синьки Желание Пропадает Файтится Отходит Назад Ну Не надо Лезть В принципе В опасной Ситуации Тем более В соло Пропадает Продолжение следует... 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 Теперь можно и файтиться У Клока есть Форстав, есть Блэйдмейл Врываться Бинго может, вылетать Из Когов тоже в принципе может У кого-то еще я видел Форстав В составе команды Тунгфу Зевс нет Виджи Доктор нет Клок Может быть в составе команды Ньюби все-таки Да, скорее всего У Шейкера, да Ну развалили в итоге Шторм Спирита Непонятно зачем туда влазить Ну видимо собирался украсть Аегис Но какой был шанс украсть команду Ньюби Аегис Которые знают, что против них Играет Шторм Спирит, которые готовились Которые ждали, когда этот Шторм ворвется Фиссуру дается там просто Под как раз скил Рошана Но это элементарно вообще, это элементарная математика Непонятно, почему команда Тунгфу недооценивает так сильно Ньюби Все-таки они где-то Что-то я слышал выигрывали Ну и в доту Знают, как играть Джаггер уже просто машина для убийств Что с ним делать, непонятно Просто подойти, ломать об него руки Или как вообще с ним драться Или давить на жалость надо начать в команде Тунгфу То есть пощады здесь от Рэббита вообще ждать смысла никакого ДДР ставит Дезвард Рэббит прыгает и через Омни Слэш забирает ДДР Темплар Ассасин Пытается у нас валить Рэббита Рэббит юзает в нее Омни Слэш Убивает Темплар Ассасин С руки Рэббит валит Невероятно мощно БКБ включил Рэббит Пожалуйста ДДР Два удара По ДДР ДДР практически мертвый Ой, Джаггер у нас развалили Ой-ой-ой Я напридумал как, а? Джаггер тут неубиенный Но Омни Слэш пошел В итоге Геосептер И Юцук у нас фуловый И Рэббит Да как же классно ошибаться Так это интрига Наконец-то Пускай, пускай умирают все Джаггеры в этой игре Вообще фиолетово абсолютно На лоу ХП уходит Акс Дерево хоть на него упадет Какое-то нет Ничего, Акс у нас продолжает хилиться И постепенно ему восстанавливается ХП В итоге потеряли игроки команды Ньюби Аегис Потеряли Лину Файт закончился 2-1 Донгфу Здесь немножечко отыгрались Дальше Бинго Агрид на себя Юцука Здесь из Инвиза Просто Скайросмага Разнесло по кочкам Му на лоу ХП Быстрее бежать отсюда Фиссура от Шейкера Джун без Эхо Слэма Ну и здесь Рэббит Уже с руки Темпларку заковырял ДДР на лоу ХП ДДР отсюда не уходит Но Рэббит Дико хорошо себя чувствует И теперь можно Постоять в касках Лицом друг к другу В итоге забрали Троих игроков команды Тонгфу Потеряли Потеряли Скайросмага Лину И Аегис на Джаггернаути Это не проблема Для команды Ньюби По золоту Они чувствуют себя хорошо 7000 для них По экспириенсу 5000 Тоже для команды Ньюби Ксинькью ловит у нас Фиссуру Хо-хо Ха-ха Думал, что Можно обмануть кого-то Вот этими ТПшками Такими В итоге пешком отправляется Еще и не домой отправляется Стоит на линии Ксинькью с Бладстоуном Два заряда у него И И это даже неприятно Визуально наблюдать Ну что, Му у нас Влетает на Ксинькью Маны практически нет Шторм чуть было не доигрался Здесь Рэббит уже на хайграунде Дезвард у нас по Рэббиту Сбивает в итоге ДДРу Дезвард Фиссура Уджуна Очень удачно легла Рэббит через Хилингвард В принципе, вся команда Ньюби фуловая Можно заходить на хайграунд 32-ая минута Преимущество 7000 По золоту 6 по экспириенсу Не можно, а нужно Заходить на хайграунд Рэббит с Омнислэшем Скади есть Сэнджин Яша есть Мул танкует Сейчас Тавэр Атак Синькью врывается на Саншенга Пытаются изначально выключить саппортов Юцук на лоо хп Эхо Слэм пошел у нас в рефракшн Но в итоге разваливают темпларку Байбэка у темпларки нет Зато есть байбэк у Клокверка Давай, Клоквер, роднуля, врывайся Все живы Джаггернаут на лоо хп Юзает БКБ Просто, чтобы от Меледикта здесь не дотикать Джаггер живой Сильно битый, но живой По итогу этого файта 2 в 3 подрались 2 100 зарабатывает команда Ньюби 5 500 по экспириенсу Высасывает Ой, Джаггера пригвоздило Ультой Зевса добивают у нас в итоге Джаггернаута 620 зарабатывает Саяка Ну, хоть что-то полезное в этой игре 1 6 14 Просто Most valuable player of the game По золоту 10 000 Ньюби По экспирь 9 Ну, не 10, тоже Девятка где-то по золоту Давайте по артефактам глянем Может Какие-то из ряда вон выходящие варианты появились у нас Скайресмак приобретает себе Войдстун Готовится выйти в Юл Ничего удивительного Шейкер С даггером Форстаф Амарканбудсамит Тоже без интересных вещей Форстаф для Лины 2 700 на руках Я думаю, что можно подумать об Аганиме Хотя, на самом деле, не обязательно Можно и какие-то под сейв артефакты Тот же Юл вторым Не будет, наверное, лишним У Акса есть БКБ Форстаф Даггер Вангвард Ну и Кримзонгвард в итоге муд так и не собрал У Вичдоктора, в свою очередь, есть уже Геосептер У Темплар Ассасин Имеется Блинк Даггер Дезолятор Рингов Аквила БКБ Фейсбуцы И все И Темпларка в своем развитии остановилась У Клока Блэйд Мэйл Форстаф Ничего особенного У Зевса Тоже мы видели Ну и Шторм Спирит Ну что, пошел у нас врыв на банану Нашли жертву себе И Бинго Весь Мистик Флеер В себя всосал Рэббит Соло начинает Драться с Зевсом И нашел же себя оппонента Бинго лететь бы отсюда Правда, у Бинго с собой ТП нет Куда? Как можно идти было с Гемом? Надо Ботл продавать И просто валить отсюда Да, Бинго в итоге у нас продает Ботлу И как можно быстрее делать ТП Аут Как можно с Гемом заходить на половину Карты соперника Не имея при этом ТП Понятное дело, что вовремя Клок у нас одумался Но это потому, что дали одуматься Потому, что фиссура от Шейкера легла так, что закрыла Собственного Рэббита Если бы не он, то Ничего хорошего не ожидала бы вообще команда Ньюби 35 минут 12 тысяч Ньюби И 11 по экспириенсу Рэббиту здесь очень не хватает Магнуса Вот вместо Акса Рэббиту Магнус аж просился здесь Во-первых, Эмпавер Во-вторых, Эмпавер И в-третьих, Эмпавер И Джаггер был бы Вообще непобедим Фарм колоссальных масштабов был бы И не надо было бы мучаться И пикать Акса для Му Идти Идти Аксом на мидлейн Ну, понимаете Попробовали Вроде как и сработало Все-таки Ньюби впереди Ну и не будем забывать Против кого Ньюби впереди Ньюби чемпионы Интернешнала Последнего Действующие чемпионы Интернешнала Манда Тонг-фу Вон Жоу Ну, обычная команда Которая где-то играла На первенство Бани В Китае То есть никаких особых приоритетов И вообще каких-то там Регалий у данной команды нет Они ничего толком не выигрывали Они только-только Начинают свой путь в доте А здесь против них Такие серьезные динозавры Сильнейший клуб Из действующих Понимаете И тут 37 минут И вообще Пойми попробуй Кто у нас в итоге выиграет Ну, скорее всего Выиграет, конечно, Ньюби Сильно тут так Нафидить Нельзя, наверное Игрокам команды Ньюби Все-таки лейта мощная Есть Лина Есть Джаггернаут Есть Акс Да и Джун тоже Не лишний В данном пике Вот У Тонгфу ситуация такая Что Темпларка в соло Не вывезет Просто-напросто Джаггер сбивает Ей рефракшн За полторы секунды Может даже меньше Скорость атаки У Джаггера под Момом Чудовищно большая Абисал Блейд Скоро появится У Рэббита И все И беда вообще Для Темпларки Опять готовится Заход на Хэгграунд Саяка здесь На Рэббита Рэббит, кстати От верхней-то Вроде 2900 ХП А половину ХП Вообще снесли Рэббиту Одними Раскастными Еще без ульты Зевса На тебе Рэббит Головой Абкоги Хилингвард Выхиливает больше Чем команда Тонгфу Пока что может Снести Рэббиту Синькью Обманул всех Абсолютно Му врывается у нас На Саяка Саяка развалился Рэббит Под Блэкингваром Начинает пилить Тавар У Тавара свой БКБ есть Глиф провязали Игроки команды Тонгфу Ждем врыва От Темпларки Где и куда И когда Банана в принципе С одного Мелда Валится Если Юцук на него Нападает Не стоит забывать Что здесь Рэббит Влетает банана И И И Команда Тонгфу В принципе Остается без Своего Мейн Керри Если Влетают в банану Вот например Темплар Ассасин Вижн по-моему Умеется Гем Который был На Джаггернауте У А у кого же Гем Неужели так и лежит Гем Нет В Курьере Тоже нет На Ничего не понимаю Куда делся Гем Так Так Врыв у нас На Мидлейн На Му Врывается Здесь Бинго Дезвард От Дидиэра Развалили Му Минус Акс 80 секунд Не будет Акса Если Байбэк Да У Акса Есть Байбэк Ну И Дороговато Стоит Байбэк Почему бы не Развести Акса На этот Байбэк Просто 1300 Поимеет Акса Ну Это Никогда Не бывает Лишним 40 минут Сыграно 11 по золоту Ньюби И 11 по Экспириенсу Рэббит В спину На Юцука Темплар Ассасин На Топ Лейн Крипы Уже Под Т3 Джун Бежит Здесь Здесь Бежит Рэббит Синькью Отсюда В принципе Улетает Юзай ТП И За 3 километра У нас Летит Куда Подальше Ну Это Имбовая Вещь Ее Давным Давно Было Понерфить Почему Этим Не занимается Команда Разработчиков Валвы У меня До сих пор Вопросы 3.700 Юцука Дайдалус В принципе Уже готов Еще и Деньги лишние Останутся Да Все Теперь Хватает И на Байбэк И на Дайдалус Ну Жу Курьер А Там Стэш И не в Курьере Рецепт На Дайдалус Какая Нелепость У Шторма Есть Оркит Есть Митрилхаммер БКБ В скором Времени Будет Для Штормспирита Поздновато Конечно Вроде Как 42 Минута У нас Но С другой С другой С другой С другой С другой Лучше Поздно Чем Никогда Юцук Бежит У нас От Му Удар Из Мелда БКБ Узает Юцук Агрится На Му И ульта Просто-напросто Джаггернаута Темплар Ассасин В итоге У нас Погибает С Дайдалусом Вместе Юцук Умирает У него На Байбэк В принципе Хватает Где ты Темплар Темплар У нас Быстрее Лететь Под Собственный Лоу Граунд Под своим Хайграундом Можно Дальше В Рэббита Удар Из Мелда По Рэббиту Рэббит Юзает БКБ Разорвал Саяку И сейчас Разорвет Темплар Скорее Всего Хилингвард Просто-напросто Не сбить И стоит Просто Терпит У нас Темплар Саяка Забирает На себя Му Ну что Умрет Темплар Или нет Агрит На себя Все Минус Темплар Ассасин 100 секунд Ее не будет Саяка В таверну Должны здесь В принципе Все сливаться В составе команды Тонг-фу Шторм Спирит На му Му На ло ХП Ну и не добегает Минус Шторм Спирит Это ГГ ВП Осталось Просто Написать DDR Последняя надежда На Рэббита Ну куда там Вообще Забудь просто Триплкил от Рэббита В этом файте Вся команда Тонг-фу Даже больше Чем вся команда Тонг-фу С учетом Байбэков Слилась Здесь просто Как детки 15 тысяч Ньюби По итогу Файта Тут 13 экспы Заработали Заработали 4000 золота Ну очень много Забрали Очень много По 20 Скорее всего Будет золото И экспириенса По 20 Ну что ж Ждут Тонг-фу Вонжоу Думают Что это не конец Тут даже Какие-то А вдруг Вольно Произносить Потому что Ну преимущество Колоссальное И по героям Команда Ньюби Слишком Серьезных Лейтовиков Себе взяли Команду Тонг-фу Ничего Подобного Нет Здесь никаких Тебя Антимагов Никаких Тебя Фантом Лансеров Фантом Ассасин Никого Такого Шторм Спирит Там это Тоже не Воет Или Медуза Или Да Кто угодно Какой-нибудь Лейт Который Мог бы Перевернуть Все Ничего Подобного В пике Команды Тонг-фу Нет Поэтому Все что Им остается Это умирать DDR В таверну 14 секунд Не будет Темплар Ассасин Одну секунду Не будет Здесь Ксинкью Ну что Будешь Врываться Или постоишь Посмотришь Спирит Никого Не продамажил Правда Слил Всю Ману Но Главное Это Что Я Говорит Никого Не продамажил Зато Ману Всю Великолепно На Рэббита Пошел Врыв Ультап От Дзевса Хилингвард Рэббит Не умирает Здесь И при этом Выхиливается Полностью 163 В секунду Рэббит Под фонтаном Рэббит Все что Вообще Снесли За Минимальное Количество Времени Все это Отхилил В 2 раза Дольше Чем Сносили То есть Снесли За 2 секунды Он за 4 Отхилился До фонтаном Ну а маны То у команды Тонгфу Нет И ультов Нет И раскастов Нет И Ксенькью Без монопоинтов Не знаю Почему Тонгфу Еще Тянут И не пишут ГГ Какими надеждами Они питаются Непонятно Ну Это их В принципе Личное дело 23 тысячи 26 тысяч Ньюби По золоту И 24 тысячи По экспириенсу Джаггера 4300 Сверху Сенжин Яшу Смело Можно продавать И покупать Какой-то артефакт Поинтересно Можно продавать На самом деле Mask of Madness Тоже не обязательно Джаггеру Укомплектуюсь Еще в хп Будет самым Толстым Здесь 2400 Акса По хп У джаггера 3100 Скоро с мага 1100 Тут Джаггер Толще Любого Вообще В 3 раза Джаггера Непонятно Вообще Как статистить 20 дефа 3200 Хп Ничего Правда На хп Даже толком И нету Джаггера Плюс Хилингвард Который В процентах Хилит Понимаете Этот ужас Команды Тонгфу Рэбит Под бкб Абисал Блейд Провязал Кскенкью Кскенкью Развалили Эхо Слем От шейкера Слем Дан Кот Му Гад Лай Кот Рэбита Трипл Килл В этом файте Команда Тонгфу Не выдерживает ГГ ГГ ВП Поздравляем Команда Ньюбис Победает 2-0 В данном Бест оф 2 Они зарабатывают 7 возможных Поинт В этом Противостоянии Ну а Тонгфу Еще что Что им делать Тонгфу Надо учиться Учиться Еще раз Учиться Слишком Серьезный Оппонент Для них Это видно И по игре И по стилю И по ошибкам Все это В общем то Прослеживается Так Одну секундочку Сейчас Пока не переключайтесь Я все расскажу Что у нас тут Так ну что Кстати Кто там зашел Новенький Не забывайте Подписываться На наш Твич Заходите На Наш канал На ютуб Ну и вконтакте Тоже ждем вас Рады будем Видеть Пока что Небольшая Пауза Сейчас анонсируем Что будет дальше И услышимся Через 2-3 минуты Я обязательно Выйду в эфир И скажу Либо мы переключимся На что-то Либо в любом случае Короче говоря Озвучу Все Пока что Не переключайтесь 2-3 минутки И всю инфу дам Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok